Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в регионе. Такую программу и ее утверждение обсудили на заседании регионального правительства. Документ предусматривает целый комплекс мер в сфере повышения безопасности граждан, борьбы с преступностью, в том числе с коррупцией. Одна из подпрограмм предполагает развитие в регионе системы 112. Номер работает и сейчас. Много спасения. Спасибо. Пока через 112 можно вызвать только спасателей. К следующему году номер станет единым для вызова всех экстренных служб. Будет принимать вызовы и переадресовывать команды, уже команды переадресовывать соответствующим службам. И будет контролировать исполнение этих команд. То есть если прошел вызов, то операторы центра обработки вызовов будут контролировать, как та же скорая помощь, либо сотрудники ГБДД выехали на происшествие. Да, вот 9-1-1, то, что мы по фильмам с вами знаем, правильно? Все понятно. Также программа предусматривает развитие материальной базы пожарных подразделений. Особое внимание будет уделено системам экстренного оповещения населения. Ежегодно на это будет выделяться 24 миллиона рублей. По прогнозам, к 2017 году экстренные оповещения смогут услышать 84% жителей региона. Перспективы далекие, к сожалению, не стопроцентные. С пожарами все куда яснее. По пожарам мы имеем в 2008 году 166 пожаров, а в 2012 году – 1102. То есть снижение уже на 402 пожара. И видите, снижение по количеству погибших на пожарах и травмированных. Это наши жители, это наше население, о котором необходимо заботиться. И 2013 год, вот динамика, видите, за 8 месяцев достаточно положительная. И, поверьте, это связано с тем, что наши пожарно-спасательные формирования оснащены, обучены, стали гораздо лучше. Пожалуй, самый острый вопрос в сфере безопасности – это безопасность на дорогах. Превышение скорости вождения в состоянии алкогольного опьянения. Бич Ивановской области. Только в августе в авариях погибли 25 человек. Сентябрь тоже начался с трагедии. Вот как пример, значит, в воскресенье вечером на трассе, опять же, в районе Кинишмы возвращались, гнали с такой скоростью, трасса хорошая, значит, машина вылетела в кювет, завернулась в стоящую березу и практически сложилась пополам. То есть, естественно, труп сразу один, второй в крайне тяжелом состоянии находится. Губернатор привел в пример опыт зарубежных стран. Своеобразный метод шоковой терапии. В Германии сделали, вот, ввели такую норму, конечно, мы ее не сможем ввести, это федеральное законодательство должно регулировать. Значит, каждого водителя обязали с собой в багажнике машины возить целлофановый мешок для трупа. И это действие резко снизило аварийность от употребления спиртных напитков. Пакеты ивановских водителей возить не заставят. Законодатели ужесточили для них штрафы. А вот в качестве профилактики губернатор предложил социальную рекламу. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.